Доброе утро, Бокертов. Сегодня мы поговорим о глаголах PL, у которых последняя буква корня, одна из букв АЛЕФ, АЙН или ХЕЙ. Мы будем говорить об этих глаголах в настоящем времени и неопределенной форме. Материал предназначен для изучающих язык на среднем уровне. И этот урок выходит при поддержке Ирины К. Большое спасибо Ирине за поддержку нашего проекта изучения еврита в интернете. Итак, глаголы PL, это глаголы, у которых приставка МЕ, и дальше, как в глаголе, например, МЕСАПЕР рассказывает, то есть гласные звуки МЕ, а потом АЭ, МЕСАПЕР. Что у нас происходит, если последняя буква в корне АЙН? Я беру глагол МЕВАЦЕА, и это выполняет или исполняет. И мы слышим МЕВАЦЕА, безударный звук А в конце. Правило у нас, когда последняя буква в слове АЙН, обязательно слово заканчивается на А. И мы слышим здесь МЕВАЦЕА. По звучанию безударный звук А в конце говорит о том, что здесь АЙН. МЕВАЦЕА. Уже на слух мы понимаем, как написать. В неопределенной форме, приставка ЛАМЕТ, и ЛЕВАЦЕА у нас получится. ЛЕВАЦЕА – это выполнить или исполнить. В форме женского рода она выполняет или исполняет. МЕВАЦААТ. И мы обращаем внимание. МЕВАЦААТ. АА. Мы слышим в середине слова. Это говорит о том, что у нас там АЙН. МЕВАЦААТ. В форме мужского рода МЕВАЦАА. В форме женского рода МЕВАЦААТ. Выполняет, исполняет. Во множественном числе МЕВАЦИМ или МЕВАЦОТ. Когда мы хотим подчеркнуть, что речь идет только о девочках или о женщинах. Извините. МЕВАЦОТ. МЕВАЦОТ. Следующее слово. МЕШАГЕА. МЕШАГЕА. СВОДИТ СУМА. СВЕСТИ СУМА. Я меняю приставку МЕ на приставку ЛЕ. ЛЕШАГЕА. ЛЕШАГЕА. СВЕСТИ СУМА. СВОДИТ СУМА в форме женского рода. Например, она сводит с ума меня. Я скажу ГИ. МЕШАГАТ. ОТИ. МЕШАГАТ. В форме женского рода СВОДИТ СУМА. Во множественном числе МЕШАГИМ и МЕШАГОТ. Когда мы подчеркиваем, что речь идет только о женщинах. И мы обращаем внимание по звучанию МЕШАГОТ или МЕШАГИМ. Мы не понимаем, какую букву здесь писать. Если я по ошибке напишу АЛЕФ здесь, это слово тоже по идее нужно прочитать МЕШАГИМ. То есть по множественному числу, по звучанию нам непонятно, какая буква там пишется. Я беру следующее слово МЕШАХНЕА. Здесь у нас в корне четыре буквы. МЕШАХНЕА. Это УГОВАРИВАЕТ или УБЕЖДАЕТ. УБЕДИТЬ. УГОВОРИТЬ. ЛЕШАХНЕА. Я меняю приставку МЕ в форме мужского рода единственного числа на приставку ЛЕ. И получаю неопределенную форму ЛЕШАХНЕА. УГОВОРИТЬ. УБЕДИТЬ. Она уговаривает МЕШАХНААТ. МЕШАХНААТ. Она уговаривает. Они уговаривают МЕШАХНЕИМ. И если я подчеркиваю, что речь идет о женщинах, о девочках, МЕШАХНЕУТ. Теперь что у нас происходит, когда последняя буква корня АЛЕФ. Пример. МЕМАЛЕ. МЕМАЛЕ наполняет или заполняет. МЕМАЛЕ заполнить. Я меняю букву МЕ приставки в форме мужского рода единственного числа на ЛЕ. И у меня получается ЛЕМАЛЕ заполнить, наполнить. ЛЕМАЛЕ. Может быть исполнить, если должность, например, какую-то функцию. ЛЕМАЛЕ. И в форме жен... Да, забыл я сказать. Многие израильтяне вместо ЛЕМАЛЕ говорят ЛЕМАЛЮТ. То есть не понимают, что здесь буква АЛЕФ последняя. Это неправильно. И мы так не будем говорить. Хотя очень распространенная ошибка. Мы это часто можем услышать. Мы будем говорить ЛЕМАЛЕ. В форме женского рода она наполняет, заполняет. МЕМАЛЕТ. Обращаем внимание. Из-за АЛЕФ. МЕМАЛЕТ. Мы произносим. Прибавляем ТАВ. И как бы у нас сливаются два звука Э. Не МЕМАЛЕЭТ. А МЕМАЛЕТ. МЕМАЛЕТ. Во множественном числе. МЕМАЛЬИМ. Если мы подчеркиваем, что речь идет только о женщинах. МЕМАЛЕТ. И мы обращаем внимание. Что по множественному числу. По звучанию слова во множественном числе. Мы не понимаем, какую букву там нужно написать. МЕМАЛЬИМ. Мы слышим, как будто бы там пауза. Как будто бы твердый знак. Если мы транскрипцию напишем. МЕМАЛЬИМ. Но мы не понимаем, то ли АЛЕФ здесь, то ли АЙН. Если я по ошибке напишу АЙН. Это слово по идее тоже можно прочитать. Как МЕМАЛЬИМ. Но мы проверяем себя. При помощи неопределенной формы. ЛЕМАЛЕ. И тогда мы четко понимаем. Зная неопределенную форму. Что здесь нужно написать. Что нужно написать АЛЕФ в конце. Я на всякий случай напомню правило. Что если неопределенная форма. Это касается всех глаголов. Если неопределенная форма заканчивается на А. Это будет безударный А. То речь идет о последней букве корня АЙН. Если неопределенная форма заканчивается на другой гласный звук. И или О или Э. То речь идет о последней букве корня АЛЕФ. Как в данном случае. ЛЕМАЛЕ. В глаголах ПИЭЛЬ. Если АЛЕФ последняя. Мы услышим Э в конце. И если последняя буква корня ГЭЙ. То в неопределенной форме мы услышим ОТ. Бывают немногочисленные исключения. И об этом отдельно. Я беру следующее слово. МЕКАНЕ. МЕКАНЕ. Это завидует или ревнует. Завидовать. Ревновать. ЛЕКАНЕ. Так как у нас последняя буква корня АЛЕФ. ЛЕКАНЕ. Мы слышим гласный звук в конце. Э. ЛЕКАНЕ. Завидовать или ревновать. Она завидует. МЕКАНЕТ. МЕКАНЕТ. Я знаю что часть израильтян произносят неправильно. Но мы будем говорить МЕКАНЕТ. Так правильно. МЕКАНЕТ завидует или ревнует в форме женского рода единственного числа. Во множественном числе. МЕКАНИМ. И если мы хотим подчеркнуть что речь идет только о женщинах. МЕКАНОТ. Мы скажем. Слово МЕТАТЕ. И здесь в корне четыре буквы у нас. МЕТАТЕ с буквами ТЕТ. МЕТАТЕ это метет веником, метлой. МЕТАТЕ. Замести, подметать. ЛЕТАТЕ. Из-за того что последняя буква АЛЕФ. Последняя буква корня. Мы произнесем ЛЕТАТЕ. Именно так мы будем говорить. ЛЕТАТЕ. ПОДМЕТАТЕ. Те кто не понимает что здесь последняя буква корня АЛЕФ. Произносят иногда ЛЕТАТОТ. Мы тоже можем это услышать. Это неправильно и мы не будем так говорить. И в форме женского рода. МЕТАТЕТ. МЕТАТЕТ. Во множественном числе. МЕТАТИМ. МЕТАТИМ. Если мы подчеркиваем что речь идет только о женщинах. МЕТАТ ОТ. И сравним сейчас с глаголами. У которых последняя буква корня. ГЕЙ. МЕ НАСЕ. Это пытается. Или испытывает. Неопределенная форма. ЛЕ НАСОТ. И вот здесь у нас буква ГЕЙ меняется на ОТ. В неопределенной форме. ЛЕ НАСОТ. Испытать. Или попытаться. В форме женского рода единственного числа. МЕ НАСА. И мы обращаем внимание. Что пишется у нас одинаково. МЕ НАСЕ. И МЕ НАСА. По контексту мы понимаем как прочитать. Во множественном числе. МЕ НАСИМ. И если мы хотим подчеркнуть. Что речь идет только о женщинах. Тогда мы скажем. МЕ НАСОТ. И обратите внимание. В предыдущих глаголах. У которых последняя буква АЛЕФ. Последняя буква корня. АЛЕФ или АЙН. У нас как бы пауза там была. МЕ ВАЦИМ. МЕ МАЛЬИМ. Когда последняя буква корня ГЕЙ. У нас этой паузы нет. МЕ НАСИМ. МЕ НАСОТ. Следующее слово. МЕ ШАНЕ. Изменяет. Вносит изменения. Неопределенная форма. Приставка ЛЕП появляется у нас. И вместо ГЕЙ буквы корня. ОТ. ЛЕ ШАНУТ. Изменить. Внести изменения. В форме женского рода. Она вносит изменения. Она меняет. МЕ ШАНА. МЕ ШАНЕ. И МЕ ШАНА. Пишутся одинаково. Во множественном числе. ГЕЙ у нас пропадет. Мы прибавляем приставку ИМ. МЕ ШАНИМ. Или МЕ ШАНУТ. Я беру следующее слово. И это будет МЕ МАНЕ. МЕ МАНЕ. Это назначает на должность. Назначить на должность. Приставка ЛЕ. И вместо ГЕЙ окончание ОТ. У нас появилась ЛЕ МАНОТ. Неопределенная форма. Назначить на должность. В форме женского рода. Она назначает на должность. МЕ МА НА. МЕ МАНЫ. И МЕ МАННА. Пишутся одинаково. Во множественном числе. МЕ МАНИМ. И если мы подчеркиваем, что речь идет только о женщинах. МЕ МАНОТ. Если вдруг вы почувствовали, что вам не хватает теории. В описании к этому видео я поставлю ссылки на несколько материалов. И кроме этого, в каталоге вы можете найти материалы соответствующего уровня. В каталоге начального уровня по глаголам PL. Как бы что, все было просто и понятно. Среднего уровня по глаголам PL. Продвинутого уровня по глаголам PL. То есть, все глаголы представлены в разных уровнях. И другие беньяны соответственно тоже. Спасибо за внимание. С вами был Марк Литраут. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...